В инвалидном кресле и без крыши над головой. 60-летний житель села Кухурешти-Дежост Петру Батнарь остался на улице после того, как в его доме взорвалась печь. У мужчины нет близких и сейчас на время его приютила односельчанка. Примария пообещала ему помощь, но по словам мужчины, пока никто из местных чиновников его даже не навестил. В свою очередь, примар населенного пункта Юрий Патарак утверждает, что разговаривал с потерпевшим, сельский глава пообещала, что жилье отремонтируют, когда на улице потеплеет. Петру Батнарь говорит, что еще с рождения страдает от мышечной атрофии. Эта болезнь не позволяет ему передвигаться. Мужчина рассказал, что в феврале этого года у него дома взорвалась печь и в этот момент он находился в шаге от смерти. Будучи прикованным к кровати, он едва смог выбраться из объятого пламенем жилья. Была комиссия, мне дали 2000 леев. А что я на 2000 леев могу сделать? Себе печку и лежанку? Я только мастеру за работу должен буду отдать около 2000 леев. Петру Батнарь на время нашел приют в доме одной сельчанки. Когда я пришла, он был здесь, на лежанке. Здесь горело, клокотало. Это был понедельник, 12 часов дня. Я пришла, он здесь плакал, не мог встать с кровати. Он же инвалид первой группы. Евдокия Раку говорит, что перебивается случайными заработками в селе, чтобы достать деньги на еду. Женщина признается, что пенсии, которую получает Петру, хватает только на то, чтобы купить ему лекарства. Я продала зерно, купила лекарства. Дальше что делать? Все, что у меня росло на земельном участке, все продала. Зерно, семечки, сахар. А что еще? Откуда взять? Петру говорит, что в последний раз выходил из дома, когда два соседа посадили его в таз и тащили по земле. Мужчина живет на вершине холма, где нет асфальта. Он говорит, что самостоятельно передвигаться на инвалидном кресле не может. Коляска не едет по тем кочкам. Там нет асфальта. Они меня донесли до этого места, где мы сейчас остановились. Примар села Кухурешти-Дежост. Юрий Патарак рассказал нам, что был на месте происшествия во время пожара и общался с жертвой. По результатам заседания совета, который состоялся две недели назад, было принято решение выделить ему 2000 леев. Мы уточняем, что когда на улице потеплеет, появится возможность начать работы на месте происшествия. По поводу ремонта дороги примар пояснил следующее. Мы не можем заасфальтировать дорогу для того, чтобы он мог передвигаться в инвалидной коляске. Мы должны реально смотреть на такие вещи. Мы только успели сдать белый вариант дороги в селе. Кое-как смогли сделать несколько улиц. И я его понимаю, потому что не дай бог. В учении Петру Батнарь пригласил нас летом в гости в надежде, что примет нас уже в отремонтированном доме. Мы поблагодарили его за приглашение и пообещали, что обязательно вернемся.